Всем привет! Вы на канале Золотые ручки. Подарки своими руками. И сегодня у нас грандиозная распаковка трикотажной пряжи и не только. И будем с вами делать корзины из трикотажной пряжи. Я опять заказала товар из интернет-магазина Тедди Корр, моего уже любимого магазина, в котором продается кроме трикотажной пряжи, очень огромный ассортимент различных товаров, в том числе вот такие разные вкусняшки и, конечно, море трикотажной пряжи. По очень низкой цене 170 рублей за моток. Моток полкилограмма. Поэтому трикотажной пряжей я затарилась буквально по самые уши. И также, кроме этого, я решила порадовать своего мужа. Только не смейтесь, я ему купила вот такую доску. Смотрите, все как аккуратно упаковано, ничего не трясется, все в целости доехало и сохранность. Ну что же, подарю я досочку сейчас мужу своему. Заранее извиняюсь за фольклор при его реакции. Вот я тебе что-то буду брать. Класс! Все ты будешь делать с ней? Херачим тут. Резать все буду. Класс! Одной коробкой пряжи я не ограничилась. Я еще заказала две коробочки. Обе наполненные под завязку трикотажной пряжей. Так как цвета на этот раз мне очень понравились. Цветовая палитра в интернет-магазине Той Декор все время меняется, поэтому нужно уловить нужный вам цвет. И вот, например, я запаслась очень хорошо. И каждая корзинка начинается с того, что нужно подобрать цвета трикотажной пряжи, которые гармонично сочетаются друг с другом. Для сегодняшних корзин я остановилась на вот этих четырех цветах. Вот такой цвет наслаждения. По факту он нежно-розовый. Пастельная сирень, которая скорее всего нежный голубой. Бледно-сиреневая пряжа. И светло-песочная. У нее цвет напоминает телесный. А также я купила 4 деревянных донышка для корзин квадрат 25 см. Именно с ними буду вязать сегодняшние корзины. Но предварительно нужно их сначала покрасить. Для окрашивания я буду использовать морилку на водной основе. Смешиваем морилку. Получаем цвет, какой вам необходим. При этом можно ее разбавлять водой. И с помощью кисти окрашиваем наши донышки с двух сторон. После окрашивания немного поднимается борс. И поэтому после того, как донышки высохнут, можно пройтись наждачной бумагой для выравнивания поверхности. Затем снова повторить окрашивание морилкой, если вам нужен более темный оттенок. И опять просушить донышки. При этом просушиваем донышки обязательно под прессом, под гнетом, чтобы они не изогнулись и были ровными. В завершении донышки покрываются акриловым лаком. И опять хорошо просушиваются. Просушиваю я не менее чем 2 дня, 2 суток. Ставлю под пресс. И просто забываем о них, пока они полностью не высохнут. Ну что ж, сейчас мои донышки высохли. И можно приступать к вязанию. Для вязания трикотажной корзины я буду использовать 2 номера крючка. Это номер 4 и номер 6. Сначала я беру крючок 4 мм. И начинаем вязать. Обвязываю донышки по всему периметру. При этом конец нити прячу в вязании. Так как вы видите на экране. В угловое отверстие провязываем крючком. Не один раз, а два раза. То есть делаем 2 петельки. И таким образом обвязываем весь край деревянного донышка. Провязываем последнюю петельку в последнее отверстие. И останавливаемся для того, чтобы обрезать нитку. Я отмеряю от нитки 5 оборотов по вязанию. И обрезаю ее. Дергаем за петельку и вытягиваем весь конец нитки. Затем продеваем крючок вот в это место. И опять вытягиваем наш весь длинный кончик через это место. И дальше по вязанию видно, куда нужно протянуть ниточку, чтобы получилась замкнутая цепочка. В итоге и не было видно, где начинается наше вязание и где заканчивается. Далее протягиваю нашу нитку через вот эту перемычку. Вытягиваю ее так, чтобы весь этот длинный конец был ближе к отверстиям, которые пока еще видны на донышке. Их я тоже буду декорировать косичкой. Донышко обвязано. Сейчас делаем декоративную косичку, чтобы наших деревянных отверстий вот этих вот не было видно. Так как мы заранее отмерили 5 оборотов вокруг вязания, этого конца как раз достаточно будет для того, чтобы завершить ее от начала до конца. В конце косичку замыкаем по рисунку вязания. В этом очень трудно запутаться. Просто посмотрите глазами, куда и как должна идти ниточка, чтобы тоже не было видно, где начинается наша косичка и где заканчивается. А этот оставшийся хвостик от нитки прячем вовнутрь вязания с помощью крючка. Переходим к вязанию стенок в корзину. Для этого втыкаем крючок в галочку сбоку и под перемычку. Так провязываем ряд столбиками без накида. И кончик сразу прячем, чтобы его не было видно. Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас нужно будет перейти на следующий ряд. Для этого провязываем последний столбик первого ряда. Делаем петельку больше, чем обычно и вытягиваем ее назад. Вот таким образом. С обратной стороны петельку придерживаем пальцем, а крючок вводим вот в эту галочку. И далее в петельку. Вытягиваем нить. И переход на следующий ряд готов. Перехожу на крючок 6 мм и провязываю второй и последующие ряды узором галочки. Розовым цветом я свяжу на стенках 4 ряда. Сейчас мне нужно поменять цвет нитки на другой, на другую пряжу. Для этого я провязываю последний столбик розовой нитью и обрезаю конец. Вытягиваю кончик так, чтобы у нас была замкнутая косичка. При смене нитки необязательно начинать следующий ряд с одного и того же места. Я немного перекручиваю, перехожу на другую сторону и продолжаю вязать уже другой ниткой. Мой рисунок весь на корзинах состоит из 4 рядов каждого цвета. После 4 рядов пряжи наслаждения я перехожу к бледно-сиреневой. И продолжаю вывязывать стенки корзины столбиками без накида. Бледно-сиреневый цвет, потом меняю на пастельную сирень и верхние ряды вяжу из светло-песочной пряжи. Каждым цветом я провязала 4 ряда. Сейчас с двух противоположных сторон установила маячки для ручек корзины. Между ними пропуск 10 галочек. Делаем переход, подъем на следующий ряд столбиков без накида. Продолжаю вязать узором галочки до маячка. Продолжаю вязать узором галочек. Место между маячками не провязываю. Вот эти 10 галочек не провязываю. А набираю цепочку из 10 воздушных петель. И дальше продолжаю вязать столбики без накида уже после маячка. Точно так же и с другой стороны, на второй ручке. Так, провязала я сейчас полный оборот и опять делаем переход на следующий ряд. Следующий ряд тоже вяжем столбиком без накида до ручки. А саму ручку я вот так обвязываю. Вот такими петельками. Их я набрала не 10, а 11 штук. И дальше продолжаем опять вязать узором галочки. Вторую ручку точно так же обвязываю и перехожу уже на следующий ряд. Следующий ряд провязываем галочки по всему периметру корзин. И над ручками тоже, чтобы ручки были более высокие и крепкие. Идем. Идем. Продолжение следует... И это последний ряд корзины. Опять отмеряю нить, чтобы обрезать. Делаю 5 оборотов вокруг корзины и обрезаю. Вытягиваю ниточку так, чтобы была замкнутая косичка и не видно было, где начало и где конец вязания, как я показывала вам ранее. И вытягиваю вот под эту перемычку. Сейчас, начиная вот с этого или этого места, по всему верхнему краю корзины провязываю декоративную косичку. Продолжение следует... Эта косичка не только для красоты, так же она придаёт жёсткости краю. Край становится более плотным. Завершаем декоративную косичку. Для этого обрезаем нитку и протягиваем нить так, чтобы замкнуть нашу косичку. Кончик с изнаночной стороны прячем с помощью крючка. Такие же декоративные косички я провязала ещё в двух местах под ручкой и вот здесь над ручкой. Вот результат, который получился. Сейчас корзины с изнаночной стороны нужно прогладить, то есть отпарить утюгом большим количеством пара. Выпрямляя все стеночки нашей корзины и формируя углы. У меня очень мощный отпариватель, поэтому я делаю без подкладывания ткани. Но если вы будете отпаривать простым утюгом, то лучше это делать через какую-то ткань, фопчатобумажную или через марлю. Я связала 4 корзины, сейчас показываю остатки. Вот этих моточков у меня было по 2 штуки и вот столько осталось. А песочного цвета у меня было 4 мотка и 4 остался почти полностью. Подписывайтесь на канал, переходите по ссылке в интернет-магазин Тедекор, вяжите корзинки в своё удовольствие. Всем пока-пока и до новых встреч!